К другим темам. В семье прошел очередной рейд по выявлению и предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» были проверены 60 неблагополучных семей, пятеро детей доставлены в Центр адаптации. Стоит отметить, что в рейде приняли участие сотрудники отдела образования, прокуратуры и представители партии «Нур-Отан». В семье прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В течение двух дней сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями прокуратуры, отдела образования и партии «Нур-Отан» посещали места массового скопления несовершеннолетних, увеселительные заведения, проверяли неблагополучные семьи, состоящие на учете в ювенальной полиции. Сотрудниками ювенальной полиции проводятся рейдовые мероприятия, в целях которых является отработка территории затонского отдела полиции, это возраст центрального, отработка дворовых массивов, в том числе скопление молодежи, где в основном собираются несовершеннолетние, в том числе увеселительные заведения. В ходе рейда сотрудниками были зафиксированы факты нахождения родителей в алкогольном состоянии. К примеру, у данной женщины двое несовершеннолетних детей. Мать состоит на учете не только в правоохранительных органах, но и в наркологическом диспансере. Как выяснилось, дети не отличаются хорошим поведением и даже состоят на учете в полиции. Тем временем, женщина не перестает злоупотреблять алкоголем, находя для этого каждый раз новый повод. Всего за два дня сотрудники полиции установили 33 факта нарушения 442-й статьи. Это нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей. Выявлены и привлечены к ответственности двое граждан за неисполнение обязанности по воспитанию детей. Также за два дня были установлены факты мелкого хулиганства, продажа табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, распитие алкогольных напитков несовершеннолетними. Пятеро безнадзорных детей доставлены в Центр адаптации. Два дела направлены в суд на лишение родительских прав. Оперативно-профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе. По данным специалистов, это позволяет сдерживать рост детской преступности.